Ну, вы знаете, если судить по рекламе в телевидении, то национальная идея вызывает грусть, скажу честно. Мне кажется, в России надо обрести какую-то идею, и тогда все заработает, и все, и все, и все. Заново изобрести эту идею, придумать, что двигаться в этом направлении. Вот конкретно про это. И продолжить. Но в чем, в чем, в чем, вот именно конкретика, в чем национальная идея России, на ваш взгляд? На мой взгляд, все-таки идея в том, чтобы народу дать понять, что он может что-то делать. Он может чего-то достичь, если будет что-то делать. Надо убрать коррупцию, потому что коррупция разъедает при всем уважении к Путину, при деятелям, которые в Кремле сидят, при всем уважении к их труду. Коррупция, и примеры, которые есть, я не буду говорить, там, Васильева, то-то, то-то, то-то. Все эти примеры, они вызывают уже какое-то ожесточение, прям буквально. Нельзя так, нельзя. Так долго говорить об этом, и ничего конкретно не происходит, это очень обидно. Очень обидно, и этим подрывается авторитет наших. Действительно, огромное уважение. Вот я вхожу в 90 с чем-то процентом, который поддерживает Путин. Тем более за Крым я готов бухнуться перед ним на колени и сказать спасибо Владимиру Владимировичу. Это мой любимый кусок Советского Союза, который я, как кинематографист, всю жизнь его любил, люблю. И очень много фильмов там было, и любви много было. Вот такая моя мысль, что нам надо делать. Это значит, надо, чтобы народ поднялся, распрямился и понял, что от него много чего зависит, и он может много чего сделать. Потому что все обламывается у нас о коррупции, о чиновничьей какой-то аппарат, все это как в болото уходит туда, и, к сожалению, мы очень медленно движемся вперед. Я про нашу страну говорю. Хорошо. А если все-таки сформулировать эту национальную идею в тезис, вот в такой прям, ну если было там, да, у кого-то там свобода, равенство, братство, то в России что это должно быть? К сожалению, начну с этого. Для многих людей на сегодня деньги стали религией. В Советском Союзе такого не было. Не было такого. И вот это искаженное, это прибрежье пошло уже последнее, когда вот уже упадок, развал Советского Союза был, тогда уже деньги стали превалировать над всем, к сожалению. Я помню просто моего отца, когда уважали за то, что инженер, там, кандидат наук, а потом стали таксисты, это в Ереване. Потом стали таксистов уважать, работников торговли, продавцов, потому что они умеют делать деньги. Таксисты, потому что умеют они наваривать. И вот-вот культ стал денег. А вот сейчас в наше время, как еще пошли, поперли вот эти олигархи, и все. И это стало, к сожалению, я говорю, вот религия для многих людей. Власть денег. От этого надо отходить. И вопрос какой, уточняющий. Я от вас добиваюсь. Тезис, прям вот слоган. Национальная идея в России сегодня какая должна быть? То есть вот, да, есть национальная идея, свободы, равенства, братства. Есть там православие, народность, самодержавие, православие, народность, да? Ну, было там когда-то. А сегодня, как хотелось бы, вот прям тезис. То есть национальная идея в России звучит так. Пам-пам. Два слова. Какие? Или три. Не важно. Хорошо. С другой стороны начну. Национальная идея. Покончить с коррупцией, насколько это можно. Потому что полностью покончить невозможно. Обеспечить молодежь, молодежь работой. Потому что вся провинция у нас, извините, это Москва и Питер на этом сегодня заканчиваются в нашей стране. Чтобы они были уверены в завтрашнем дне. Чтобы они знали, если я буду даже хороший механик, хороший слесарь, токарь, то я буду обеспечен и уважаем и так далее. Вот надо распрямить основной массе молодежи плечи. И чтобы они поверили в свое будущее.